Слава Господу Христу, друзья! Добро рамку! Маганга Умага Маганга Хапон Маганга Габи Гот лав жюй, друзья Махалька Ноджос Бог вас любит, друзья Дизис Украин Тэдситю в Киев Тэдис труп Трэщина Тэфаски Винчоч Радковое служение, друзья Радковое, недельное служение Церковь Падьяка, друзья Украина, Юкраин Бог вас любит, друзья Махалька Ноджос Махалька Ноджос, друзья Дизис Украин Тэдситю в Киев Тэдис труп Трэщина Тэфаски Винчоч Маганга Умага Маганга Хапон Маганга Габи Гот лав жюй Махалька Ноджос Слава Судове Хрусту, друзья Я блэс you Я блэс Я блэс Израэль Я блэс Йерусалайм Я блэс Украина Я блэс Филиппинс Я блэс Найджерия Я блэс Гаана Я блэс Кэния Я блэс Мадагаска Я блэс Папу Нигене Я блэс Кирибас Я блэс Таиланд Я блэс Андорра I bless Gambia, I bless Cameroon, I bless Zambia, I bless Bangladesh, I bless Peru, I bless Pakistan, I bless Uganda, I bless Belarus, I bless Russia, I bless USA, I bless Canada, I bless Europa, I bless you, друзья. God loves you, Бог вас любит, друзья. Слава Богу Христу, друзья. Слава Богу Христу за цей ранок, слава Господу, що ми живі, слава Господу, що ми проснулись, слава Богу, що в нас є дихання, що Господь залишив нас дихання, дав нам цей день, що ми проснулися, що ми живі, що ми в Господі, слава Богу, що ми слухаємо Слово Господнє, слава Богу, що ми на путях Божих. Сьогоднішня тема недільної проповіді – це наше богатство, наше справжнє богатство, яке ми маємо. Яке воно наше справжнє богатство? Ви можете самостійно... Вибачаюсь, друзі, хтось мені телефонував, не дуже зручно, не дуже зручною частиною, друзі. Слава Господу Христу, друзі! Слава Господу Христу! Слава Господу Христу, друзі! Махарко на Дзьос! Гат ламзю! Говорю, то не зискрайс, друзі! То есть, яке ж ми маємо справжнє богатство? То есть, тема цього днішньої проповіді – наше справжнє богатство во Христе Ісусі. Яке воно, яке воно справжнє богатство, друзі? Я возьму на основанні писання, друзі. У нас буде декілька місць писання, на яких ми будемо опиратися сьогодні. Вибачаюсь трошки за незручності, бо на вулиці так трошки не дуже зручно. Основне місце писання, на якому ми опираємось у цьому слові – це послання до Колосянам. Перша глава, 27-й вірш основний. Ми будемо читати, будемо акцентуватися на першій главі, на 27-му вірші. Ми будемо зачитувати, брати Колосяна перша глава з 24-го по 29-й вірш. Це основне місце писання буде, основний вірш, перша, 27-й. Другий, на якому опираємось, це Матфія, 6-я глава з 19-й по 21-й вірш. Також в підкріпління ми дивимося Луки, 11-я глава, 33-й по 34-й вірш. А також ефесянам перша глава, 18-й вірш, друга глава, 7-й вірш, 3-я глава, 8-й вірш. Також євреям, 11-я глава, 26-й вірш. Це основне місце писання, на яких ми будуємо, всього вирішне слово опираємось. В нашому дослідженні, яке ж наше справжнє багатство у нас. То есть багатство, наше справжнє багатство. В чому воно заключається і де воно є? Ми починаємо колосянам перша глава, 27-й вірш і загалом, 24-й вірш, по 29-й. Але в чому 27-й вірш наші основне, наш погляд, наше внимание. І я буду засчитувати, друзі, на українській мові також і російській мові. Бо в чомусь на російській мові краще смысл передається. Зачитую, друзі, колосянам, перша глава, 27-й вірш. Що їм Бог захотів показати, які багатства слави, ті таємніці між поганами, або вона Христос у вас, надія слави. Я засчитаю 24-й по 29-й. Тепер я радію в стражданнях своїх за вас. І доповнюю недостачу скарботи Христової в тілі своїм за тіло Його, що воно церква, який я став служителем за Божим зарядженням, що для вас мені дане, щоб виконати Слово Боже. Таємницю, заховану від віків і поколінь, а тепер виявлену Його святим. Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона Христос у вас, надія слави. Його ми проповідуємо, нагадуючи кожній людині і навчаючи кожну людину всякої мудрості, щоб вчинити кожну людину досконалою в Христі. І тому працюю я, борючися силою Його, яка сильно діє в мені. Ще раз зачитаю у вас цьому віршу. Що їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганами, а вона Христос у вас, надія слави. Що тут скажи, що багатство слави, ці багатства слави, багатство є Христос у вас, цієї тамниція, Христос у вас. Я ще зачитаю ці місце касання, друзі, на російській мові, російській мові. Трошки часу, друзі, колоссянам, да. 27-й, 27-й. Я ще зачитаю ці місце касання російській, друзі. Ныне радуюсь в страданиях моїх за вас і восполняю недостаток в плоти моїй скорби Христову за тело Його, в которой є церковь. Т.е. Павел пишет, он участвует в делі Божьому, в событиях, действиях, через которые устрояється дело Божье, церковь Господня, «Которе сделалося я служителем по домоцрительству Божьим, вереному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье». Т.е. Павел пишет, что он участвует в домоцрительности, он стал этому процессу посвящённым служителям. И это верено, эти все события, действия, в которых он участвует, верены для вас, для нас, то есть, чтобы исполнилось Слово Божье. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую всем святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которой и есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе. «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могущественно». Тут ещё раз 27-й вис, дуже важный, друзья, который благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы. То есть, какое богатство славы в тайне этой, в которой есть Христос. То есть, богатство этой тайны, в которой есть Христос. То есть, Христос есть богатство в нас, друзья. еще для бишь-бишь оповнотицы и явы про богатство еще зачитаем а матфея писание матфея матфея 6 глава 19 по 21 вирс трошки часу люди обращались витар сосны для нас не складайте скарбив соби на земли где нищить их миль и ржа и где злодии подкопают и выкрадают складайте соби скарби на небе где ни моль и ржа их не нищить и где злодии до них не подкопаются и не крадут будет скарб и там будет и сердце твоё сейчас я считаю друзей темы степо станет российской молнии и собирайте себе сокровищ на земле где моль и ржа истребляет и где воды подкапывают и крадут но собирайте себе сокровища на небе тени моль и ржа и истребляет и где воды не подкапывают и не крадут и боги сокровища ваш это будет и сердце ваших там где наша сокровище там наше сердце находится друзья так другое Еще я зачитаю, друзья, до цього послание Ефесянам, 1 глава, 18 вирш. Я просветил очи сердца вашего сердца, чтобы вы понимали, до какой надеи он вас закликает, який богатство его славный спадок у святых, богатство славы, який у нас, у святых. Господь наши очи просвещающим мы разумели, и разумели фокус, який у нас повинен быть, у нас, что есть наше богатство, в чем заключается наше богатство, в верующих, у святых, колоссянам, в котором благоволил Бог показать, какое богатство славы, втайне это для язычников, который есть Христос в вас, упование славы, тайна богатства, богатства, який у нас Христос, я, богатство, який у нас есть, друзья, когда мы, есть разные фокусы, у богатого, есть разные фокусы у людей на богатство в цьему житии, есть богатство, якое, есть материальное богатство люди шукают, но есть богатство, який у нас Христос, для нас я буду сказать про то богатство, якое мы имеем во Христе, что для нас есть богатство, когда мы получили мир, мир в сердце от Духа Святого, когда мы закончили с Богом заповедь, и Господь нам открывся, дарующий нам мир в сердце, також, когда мы познаем Бога, через служение, через познание, через Дух Святый, коли мы молимся с Духом Святым, и мы Tenemos богатство радости в сердце от Духа Святого, Потому что это богатство – справедненное богатство у нас, друзья. Справедненное богатство, который Дух Святый, который есть радость, это у нас fake богатство. Мы руümüz в сердце, руководством Божией, богатство у нас, друзья. И мы воргодим в Господа, когда мы служим Oberовом под руководством Его дней, когда мы приживаем Его силу и обновление духа. и кем мы моем а радости и и и в этом мы залезть и тему мы друзьям с е мы е в связку с духом святым связи духа святого и и в него это и наше богатство дух святый наше богатство слава господу друзей мне телефонуют я обращаюсь что прерывается слава господу друзей обращаюсь телефонуют меня прерывается все то есть это богатство яки мы маем во христе иисусе якина все справжнее богатство бо мы все можем слава святого друзей выбачаюсь что прерывается эфир для богатства ким мы маем во христе иисусе друзей бо люди стремятся до ризних богатств и для нас не е неожиданностью как вы новинные ким мы маемо свечения от тех людей которые были у богатого богатства мали мали усе и и и на остаток они залишалися на самоте пистолетом у визка друзей мы маем свечения таких людей таких братов которые покаялись и свидетельствуют о том что когда они все мают а не мают в сердце не мают в души спокойно не мают радости и вроде как все маяш они все мают а а життя не бачусь подальшого в житті сенсу и из этого скорбь и из этого они не мают утешения внутри себя внутри себя то есть те что мы маем это наше внутреннее богатство ты мир спокию души радость яка именда на нахвеннение мудрость каким мудрость каким мудрость которую даёт нам Господь, наше духовное богатство. И мы этим богатимы, друзья. Это то богатство, которое с нами переходит в вечное життя. То есть все это земное, которое из праха в прахи повертается. И люди, когда ставят в углову угла материальное богатство, и все свое життя, цель, фокус своего життя, которые подкаряют это, то они отримают крах в жизни, скорботу в жизни. И они не имеют от этого радости. А люди, которые имеют Духа Святого, которые имеют Бога в сердце, то их Бог благословляет. И мы можем это видеть в послании до Экклесиаста, когда человек имеет все, допустим, и имеет радость от этого, что это дар Божий. То тогда Бог благословляет, когда ты имеешь и физическое богатство, достаток какой-то, и от этого ты им пользуешься, и от этого ты имеешь радость. Это тоже есть Божие благословение. Это дар Божий. То человек не может без Божого благословения так, чтобы иметь и материальное богатство, и достаток, и чтобы иметь все духовное. Но наше правильное богатство – это Иисус Христос, который у нас Духом Святым. От него мы имеем правильное богатство. Мы имеем радость, мы имеем смысл в жизни, мы имеем сенс в жизни, мы имеем радость, мы имеем наполнение Духа Святого, мы имеем обновление силы Духа Святого. Иисус Христос – это жизнь, которую мы переживаем, когда мы объединяемся с Духом Святым, который нас обновляется. Это действительно наша радость, наша мудрость и наше руководство в жизни. Слава Богу за это, друзья! Я закликаю вас приглядать свое життя, больше отрываться от земного, а больше фокусы сделать на духовное, на правильное богатство, той мировой, которую Бог для каждого открыл для нас, той мировой служения. Но Бог нас ведет, друзья, ведет нас личное життя. И для каждого есть шлях, как бы, есть шлях в тех обставинах, в которых каждый человек находится. Бог дает мудрость вас, как бы, и Бог окременно для каждого вас и каже, как вам, каким шляхом вам идти. То есть, Господь поступово, постепенно, каждого приводит до того порядка, который Бог желает видеть в нашем жизни. И Бог нас на это заряжает и наполняет. И слава Богу за это, друзья! Я всех вас благословляю, благословляю всех вас. Бог вас любит. Благословляю ваш дыждень, вашу неделю. Благословляю вас. Углубляйтесь в Слово Божие. Размиркуйте. Ценуйте Дух Святый. Ценуйте спілкувание с Господом. Ценуйте служение Господу. Я вас всех благословляю. Слава Суду Христу за всех. Слава Богу за его жертву на кресте Голгоф, если он за нас помер, чтобы мы имели это богатство радости в себе, чтобы мы имели это богатство життя Христового в себе, чтобы мы имели это богатство служения, которое Господь нам передал, и которое нас ведет в життя вечное, и в котором мы познаем справжнюю силу Божию, справжнюю правду. Ту правду, яка есть Господня для всего Всесвятого, для этого життя. Я вас благословляю, друзья. God loves you. Mahalka no Dios. Bye. До свидания, друзья.